МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Нас ждут очередные выходные. Несмотря на то, что они будут не солнечные, возможно, мрачные, еще ветреные и холодные по погоде, нас это нисколько не смущает. Ведь на любую перспективу отдыха мы смотрим с оптимизмом. Поэтому давайте оценим, что предлагает нам афиша культурных и спортивных мероприятий на грядущие субботы и воскресенье. С 18 по 20 октября в Кинишме будет проходить международный конкурс фестиваля «Романца. Голос осенний». Традиционно жюри и зрители оценят выступления как любителей, так и профессионалов, и, конечно же, ансамблей. 19 октября, но уже в областном центре, нас ждет спорт. Это будет многоуровневое соревнование по спортивному ориентированию бегом к памяти друзей. Время не уточняется, но известно, что это будет вечер, и поэтому готовьтесь бегать в темноте. В этот же день, но утром, в Шуе будут проходить соревнования по самбо и дзюдо. Старт в 10 утра, и участвовать смогут мальчики и девочки 2007 года рождения. О том, что еще приготовила нам афиша, я расскажу вам поподробнее, но чуть позже. Здравствуйте, Ивановцы! Я хочу встретиться с вами 24 октября. Для чего? Много раз я приезжаю к вам со своими программами, и каждый раз после мы с вами болтаем, и это длится до позднего, 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 пока я уже не начну опаздывать. Так вот, соберемся мы для творческого вечера. Конечно, я буду читать стихи. Конечно, я что-то новое или желанное вам спою. Но еще вы будете задавать вопросы, и я буду отвечать. А вот в кино на этой неделе идем на сказку. На большие экраны выходит Малефисента «Владычица тьмы» с блистательной Анжелиной Джоли в главной роли. Любовь – это источник нескончаемых бед. Поверь мне, наша будет другой. Примите мое восхищение поступиться гордостью, пригреть дитя врага. Но теперь Аврора, наконец, познает тепло материнской любви. С сегодняшнего дня она моя дочь. Действие сюжета происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают. «Обычно мы с вами обсуждаем новинки проката, а сегодня хочется поделиться с вами новостью, наоборот, об очень старом фильме. Дело в том, что фильм «Матрица» в этом году отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 20 лет. И ровно в свой день рождения, 14 октября, картина вышла в повторный прокат на большие экраны. Это очень большая удача, когда фильму дается вторая жизнь. И зрители, которые были слишком юными на момент его мировой премьеры, сейчас имеют возможность снова увидеть его в кинотеатрах. Уникальный в своем роде музей открылся в Иванове на этой неделе. В торговом центре Никольске появилась постоянная экспозиция, посвященная креативному вязанию, вязарию. Музей интерактивный, экспонаты можно трогать руками. Сложно даже поверить, что все эти игрушки и предметы сделаны обычными ивановскими мастерицами. В музее можно узнать историю вязания, какие бывают материалы и техника, как освоить элементарные навыки или выйти на профессиональный уровень. Желающих здесь делают настоящими вязайнерами. Мы хотим показать и рассказать, что вязание – это не скучно. И это не только для бабушек, а и для всех желающих. Вяжут и мужчины, и женщины, и дети по всему миру. То есть это очень масштабное, я бы назвала, искусство. Каждое воскресенье на базе Академии гениев проходят бесплатные мастер-классы по робототехнике для детей от 5 лет. На занятиях школьников научат проектировать и создавать роботов. Расскажут, какие бывают языки программирования, и научат на них изъясняться. Ребята смогут освоить азы современной и очень востребованной профессии инженера. Кроме того, проведут пару часов приятной компании друзей и единомышленников. Будущее за робототехникой. Дети, которые сейчас рождаются, они, можно сказать, родились с гаджетами в руках. И то, как они будут умело ими пользоваться в дальнейшем, позволит им выбрать свою специальность, профессию, и просто быть на «ты» с любым электронным устройством. А это, на наш взгляд, очень важно. Великий Дамирлан завоевал много земель, звезды мирового масштаба в грандиозном цирковом шоу «Горская легенда о любви». С 26 октября в Ивановском цирке. Категория 0+. Вот, пожалуй, и все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите программу «Уикенд-навигатор», и перед вами откроются все перспективы на грядущие выходные. Напоминаю, если зайти на сайт сайта фестиваля «Фабрика Авангарда», можно узнать, какие выставки еще доступны для посетителей. Сходить и оценить современное искусство обязательно нужно. «Фабрика Авангарда» без преувеличений – гордость нашего города. А если мы забыли о чем-то рассказать или куда-то вас пригласить, скажите нам об этом упущении, и мы обязательно наверстаем в следующем выпуске. Звоните и пишите в редакцию. Давайте планировать отдых вместе. До встречи!